Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Тимошенко, вы на YouTube-канале «Игроши». И сегодня, когда весь мир обсуждает этот день рождения российского диктатора Владимира Путина, я хочу презентовать вашему вниманию интервью, которое выйдет на нашем YouTube-канале в ближайшее воскресенье. Кристина Курча-Брэдрих, польская писательница, журналист, которая знает всю правду о реальной, о невылезанной, придуманной в Кремле биографии Владимира Путина. Как звали настоящего отца Путина? История о том, как Кристина Курча-Брэдрих общалась с матерью, с настоящей матерью Владимира Путина. И куча других интереснейших подробностей об этом тиране 21-го столетия. Смотрите уже ближайшее воскресенье на YouTube-канале «Игроши». А сейчас самые интересные моменты из этого интервью. Сейчас весь мир говорит о том, что Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. На самом ли деле эта дата – это день рождения Путина? Да, это день рождения точно, но не год рождения. Он не родился в 1952 году, только он родился на два года раньше. В его официальной биографии все не так. Не этот отец, не эта мать, не это место рождения и не эта дата. Все не так. По официальной биографии Владимира Путина он родился в городе Наневе, в Санкт-Петербурге. Насколько я знаю, вы обладаете другой информацией, которую описали в своей книге, где родился Владимир Путин. Он все свое детство провел в грузинском поселке. Откуда он там взялся? Да, откуда он там взялся? То есть вы хотите сказать, что это вся история про питерское счастливое детство? Это немножко другая история, что Владимир Путин провел первые годы своей жизни в Грузии. Как это произошло вообще? И кто его родители? Это произошло достаточно просто после войны. То есть так, его настоящая мать, когда ей было уже почти 27 лет, она, ну это же после войны, во время войны она работала, правда, на производстве каком-то. И она там познакомилась с человеком, с которым она жила несколько, не знаю как долго, но достаточно долго, чтобы оказалось, во-первых, что она беременная. От него. Да, от него, и когда она, и как раз в этом же времени пришел какой-то пакет на имя этого человека, которого звали Привалов. И оказалось, что он женат. И потому что посылка была от его жены. И когда Вера Николаевна это поняла, она сразу собрала вещи и убежала куда? К своим родителям. То есть у него могла быть фамилия не Владимир Путин, а Владимир Привалов на самом деле? К сожалению, да. Да, но этот Привалов, Платон Привалов, он куда-то провалился в историю, никто о нем не слышал. О настоящем отце, да? Да, как была ужасная судьба этого маленького Вовки. И он, но, конечно, в школе, когда он пошел в школу, но дети как дети знали, что это небрачный ребенок. И можете себе представить, как это было на Кавказе, даже Кавказ, где такое дело, это вообще ужас. И он пошел учиться борьбы. И он записался на самбо, самооборону. И там ему было 7 лет, когда он там записался. И он очень хорошо начал избивать всех, которые его обижали, и его мать. Вы общались с настоящей матерью Владимира Путина. Да. Эта женщина, вот когда вы с ней общались, она понимает, кто ее сын вообще? Очень хорошо понимает. Она начала это понимать, когда тогдашнее КГБ начало приходить к нее. И она сразу поняла, все поняли, что этот маленький Вова, вот Владимир Владимирович Путин. То есть Путин не хотел общаться со своей родной матерью? Абсолютно. А мать понимает, кто ее сын? Очень хорошо понимает. Это злодей 21 века. Она понимает? Она очень хорошо понимает. И она вообще от него отказалась в 2008 году, когда он напал на Грузию. То есть давайте прямо скажем, что Владимир Путин пошел, перед тем, как пойти войной на Украину, пошел войной на страну, которую он провел в свое детство. Да, но знаете, не думаю, то есть я бы не настаивала в поисках какой-то связи между его ненавистью к Грузии или грузинам, которые его преследовали в детстве, а политическим решением напасть на Грузию. Я не думаю, что это поэтому он туда напал. Но факт остается фактом. Факт остается фактом, но фактом остаются тоже две провинции, которые он сделал русскими в центре, можно сказать, Грузии. Правда? Да. Вот. И что, но надо сказать, что он там бомбили разные села, но, конечно, этого Митрихи нет. А как вы думаете, каким будет конец его жизни? Каким бы ни был, то есть убьют ли его или он умрет в собственной постели, будет страшный конец. Потому что перед смертью он очень хорошо припомнит все свои преступления. Знаете, так бывает, но если он будет в своем уме, разуме, правда, он не мог этого забыть, кого он приказал убить. И он об этом будет думать, о народах может быть меньше, но об этих страшных действиях, которые по его приказу были совершены, он не может забыть все-таки. Он, если он верующий, что я не очень верю, будет бояться страшной кары где-то там, правда, в чистилище. А если он не верующий, все-таки, если он не верующий, он прежде всего постоянно боится. Сейчас посмотрите конец, какой будет его конец. Сейчас посмотрим на Путина, как страшно он боится всего, с какими поварами он работает, которые один проверяют у другого. До того, когда он возьмет что-нибудь в рот, все проверено, все бункеры, где он живет, туда попасть даже самым близким людям очень сложно. Этот человек, который не встречается со своими родными, родными, этот человек, который не встречается со своими детьми, этот человек один. Он, знаете, его одиночество страшное уже давно, не только сейчас, уже давным-давно. Этот человек, который всех боится и вообще знает, что, по сути дела, мало кто его уважает. То есть, да, человек, который хочет, чтобы его боялись, по сути, сам боится всех.